так вот она луна 4 августа 2020 год Харьков дубль 2 в 2 часа ночи сейчас отличное время 2.20 по Киеву 2020 год 4 августа опять много городов дате и времени ну ладно раз так значит так поставил я настройки какие изменил ISO вместо 400 поставил теперь то есть вместо сотни поставил теперь 1600 то бишь при том же количестве света мизерном посреди ночи у нас теперь матрица гораздо более чувствительно лучше принимает свет но шумность это увеличит картинки зернистость по крайней мере так вся теория обещает посмотрим как это будет на практике вон платончик кратер платончик в общем то не только у нас 100 километровый кратер платон если попробую тебя более резким сделать резким дерзким 100 километров такая вот мирная княкса так ладно дымка все усиливается на востоке вообще там уже облака белогривые лошадки просто в табуны сбились пошли посмотрим что мы с такими настройками минал только ISO можем увидеть садящуюся за горизонт Юпитера на садящемся за горизонт Юпитера в окуляре я еще спутники даже вижу хотя уже совсем низко над горизонтом наш чудесный Юпитер это натурально не фотоаппарат и телескоп когда труба выползает многие штативы уходят в сыру землю да ну не буду врать даже в глазок в окуляр я не вижу полос на Юпитере а вот спутники вижу не знаю на экране сможете ли вы увидеть да и я смогу ли увидеть но в принципе это вижу он ганимед виден справа под 45 градусов по диагонали также летит врезаться в землю в гараже это ганимед самый крупный спутник европа сейчас попробую все-таки резкость но она даже с предыдущего дубля уже явно стала подальше отстранилась она уже справа от Юпитера а не слева как было до часа назад она смысле он спутник Европы тяжелое сочетание мужского женского рода название Европы она по сути спутник он ну и слева от Юпитера выше получается теперь да в окуляр не видно на экране не видно но там находится рядышком спутник Ио и спутник Гай ой 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 не ганимета калист хорошо наверно больше не буду снимать видишь совсем мутно пошли сатур сниму он пока повыше будет почутче вот в окуляре я при таком мысу даже крыши гаража я вижу силуэты по крайней мере посмотрим что это будет на большом экране это вообще весь дубль на опрасине там будет одно зерно с пластилином сатурн сатурн регулирование вот так вот сатурн хорошо виден четко я вижу даже на экране кольца не знаю что они развернут не особо то разница кстати с предыдущими настройками ну это как честное слово как с наперсточником хоп-хоп дернулся кадр и не пойми уже куда он делся вообще влево вправо этот сатурн под каким наперстком под каким стаканчиком лады сатурн практически всегда нас радует то есть вам это легковато газелька к нам заехала пошли мы на Марс посмотрим пока она тут тарахтит боже какой укропа это на метрах в стадность проехала ощущение что по пальцам ног не прокатило да еще за марс у нас самый юркий оказывается последнее время ну вот тут видно что настройки светочувствительности дали засветку ну ладно поехали снимем сатурн ой господи сатурн венеру будем считать что двухчасовая миссия закончена один раз я снимал в 11 вечера вчера как раз было номинальное полноуние в два часа ночи я хотел пришел и снял восход венера и закат сатурна юпитера луны дал заката луны еще далековато вот венера да тоже при таких настройках лесу она больше более светлая более засвечена фаза видна тут же похоже на луну сейчас резкость пошавелю стоит только замереть сразу тебя начинают и комар сбежала венера невеста моя искал размеры планет размеры марса там диаметр пять тысяч пятьсот размеры земли диаметр двенадцать тысяч хотел посмотреть размер венеры думает она в пене сейчас выдаст 90 60 90 буду потом разбираться так чудненько все последним кадром делаем до венеры 95 миллионов километров до марса 93 миллиона километра да и девушка меня спрашивала в два часа ночи вот она венера встает над горизонтом хороший ориентир сейчас это плеяды сейчас попробую навестись плеяды они похожи визуально на ковш медведицы заряда не видно никаких плеяд звезды мелькают ну да ладно поехали значит плеяды выше и правее закончим на луне да немножко облачность меня расстраивает вообще по идее еще можно закат полной луны за горизонт поснимать 5 утра уже будет светло если облака не доберутся такие плотные до запада можно снять хорошие кадры плату луну все проползает наша луна чин на а вот еще аристарх сверху кадра еще кратер тихо знаю да датский астроном тихо тихо браге по моему а вот названы его именем кратер кратер говорят про кого-то считает себя по какому земле но вот если у луны так это точно по какому луны кратер тихо да нету той чуткости которая конечно была ясности в небе нет той которая была давеча но и то хорошо сняли полную луну людям пишут у них сплошная облачность никакого парада планет в июле не видели никакой кометы не у вас не видели а я сказал тебе матушка посмотрел и на то и на другое а комету так просто не знаю ее существование ехал снимать парад планет и увидел комету ну разве это не прелестное обнаруживание в жизни увидеть расселину в небесах расщелину и понять что ты наблюдаешь комету о которой я не знал существование которое я не знал лады теперь у него до 50 сел возвращаюсь домой тут уже осталась ерунда 2.35 по Киеву по Киеву в Харькове 4 августа 2020 года пошли по домам в нем а уже не